В целом заявил, что на выборах президента Владимир Путин может набрать 82% голосов при явке избирателей в 71%. Да-да-да, голосование еще даже не стартовало, а ребятишки уже все расклады по его итогам дали. Нострадамусы прям. Я буду голосовать за Путина. И я. И я. И я. Я буду голосовать за Путина. И я. И я. И я. Ну, нахер. Если бесть Стёба, как они это вычислили мне, хоть убейте, непонятно, но вот сейчас будут цитировать пропагандистские СМИ, которые попытались оное разжевать. Может быть, вы и найдете там какую-то конкретику. И так речь идет о некоем электоральном расчете. Они его назвали наиболее вероятным результатом, основанным. И вот теперь слушайте очень внимательно. Я специально буду говорить медленно. Основанным на серии их же опросов. Опросов в СОМО, но которые проводились ранее. Не смотрите на меня такими глазами, потому что в этом месте я тоже завид. Ты втираешь мне какую-то дичь. Хорошо, давайте попробую все-таки перевести на понятный язык вот эту дичь, которую вы только что услышали. Погнали. Оказывается, речь в данном случае не об очередном опросе того в СОМО свеженьком предвыборном, проведенном в преддверии грядущего голосования. Ну, дабы подстегнуть народ к походу на участке. Обычно так делалось. И в принципе это грамотный пиар-ход, но не в этот раз. Потому что в этот раз в Центре изучения общественного мнения решили, да нахрен нам вообще кого-то опрашивать. Ресурсы, тратить силы, средства. Нафига, Казебаян. Давайте достанем из пыльного сундука уже существующие исследования, что делались когда-то. И, значит, отталкиваясь от них, нарисуем вот эту самую хрень, электоральный расчет, выдав ее как раз за что-то новое. Слушайте, это дурной сон какой-то. Я впервые такое наблюдаю. Еще раз, для тех, кто на бронепоезде социологи, решили дать людям перед голосованием аналитику, основанную не на текущих данных, а на данных из архива. Ну, типа сто лет назад было так. Ну, а что подумаешь, ничего же, наверное, не изменилось. От этого и будем танцевать. Ай, молодцы какие. А что, так можно было, что ли? Ну, видимо, можно было. Хотя, повторюсь, лично я в шоке пребываю. Сейчас остановимся, но нам подробнее. Это реальная журналистика, что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову на клоне темы сегодняшнего выпуска. И как же она удачно вписывается в нынешний сюжет. Поехали! Дальше еще смешнее, потому что когда ребята из СОМа попытались разъяснить, как они эти свои расчеты проводились, у меня вообще истерика случилась. Глаз задергался, это настоящая укатайка. Просто послушайте. Значит, что именно в их расчетах учитывалось? А учитывалось четыре главных аспекта. Первый. Информированность респондентов о предстоящем голосовании. Ну, то есть, где, когда, что, какие кандидаты участвуют, с чем каждый из них идет на эти выборы. Ну, тут я хотя бы хоть что-то понимаю, да? Допустим. Ага. Второй аспект. Интерес респондентов к данному процессу имеется в виду к участию в голосовании. Здесь у меня уже понимания меньше, поскольку аспект очень объемный. Да и как оно можно выяснить за пару минут телефонного общения с незнакомым человеком. С незнакомым, подчеркиваю. Я не очень догоняю. У вас есть интерес к участию в голосовании? Конечно, есть интерес. А в чем ваш интерес состоит? Ну, сейчас я вам расскажу. Тем более, что вы же мне звоните по телефону. Я, в принципе, знать не знаю, кто вы такой. Но все равно с удовольствием поделюсь мыслями, что я думаю о политической ситуации в стране в нынешней ситуации. Я вообще незнакомцам часто такое рассказываю. Да в подробностях с вами поделюсь. Они-то серьезно? Я просто поплопаю. Дальше. Аспект номер три. Мотив голосования. Вот здесь я, в принципе, долго думал. Каким может быть мотив у среднестатистического россиянина, живущего от зарплаты до зарплаты, а скорее даже выживающего, с кучей проблем, закредитованного по самые уши, боящегося собственной тени, наконец, какая у него может быть мотивация, впрочем, если исходить из того, что вот этот вот расчет-отчет составлялся, как обычно, не для нас с вами, а для начальства, видимо, имелось в виду нечто вроде привычного, уже мы живем в великой державе. Нам все завидуют, идем правильным курсом, стабильность, скрепы, традиционные ценности, в общем, все то, что мы последние лет десять слышим в ящике. Я хочу сказать, что санкции, это не то, что нас не сломит, это то, что нам нужно сейчас. Путин вывел страну из позора и нищеты 90-х годов. Отрыжка болотной площади. Правильно. Что никогда рачи на коленях стоять не будут. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Ну и самый прикольный, это, конечно, четвертый аспект. Реально, держитесь за что-нибудь. Разные обстоятельства. Вот как это называется, я не шучу. Оно так и называется. А еще у меня, знаете, очень здорово развита фантазия. Слушай, а почему ты проголосовать-то собрался? Ну, у меня, понимаешь, разные обстоятельства. То какие? Да вот, носок порвался. Слушай, у меня тогда разные обстоятельства. У меня диарея, вот поэтому я пойду голосовать. Так я пойду, я вообще с женой развелся, это же разные обстоятельства. Ну, действительно, только так себе могу представить подобное. Пиздум. Если без Стёба, все же понимают, да, абсолютно какой-то бред, ребятишки, из этого псома. Нам с вами решили предложить, это никакой не результат изучения общественного мнения. Это чиновничья отписка, причем такая кондовая, сляпанная на коленке. А если не забывать, да, что она еще и основана на каких-то старых опросах. Не имеет ничего общего с днем сегодняшним. Ну, тогда тут в пору только Дмитрия Анатольевича вспомнить добрым словом, как оно все делает. Делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. Еще раз, для тех, кто на бронепоезде, смотрите, они провели какое-то абсолютно левое исследование. Отталкиваясь от каких-то абсолютно старых опросов, с учетом каких-то совершенно дурацких аспектов, типа разные обстоятельства, а и пришли по итогу к выводу, что явка на будущих выборах составит 71%, а кандидат Владимир Путин, кандидат от Кремля, наберет 82 этих самых процента. Ай, красавчеги! Причем, вот это вот тоже интересный момент. Цифры-то дают прям конкретные, неприблизительные, там около 80 или около 70, а совершенно точные 82 и 71. И это происходит за несколько дней, до начала голосования. Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дымом встают. Ну да, ребятишкам бы себя в битве экстрасенсов попробовать при случае даже шепсов на повороте обойдут. Ну а если серьезно? Вот в последнее время я часто говорю именно о том, что главные враги режима на сегодняшний день, и лично Владимира Путина, кстати, именно их карманные халуи, которые впорыве лизнут поглубже, только гадят своему начальству. Ну давайте посмотрим правде в глаза. Чего опять добились-то вот этой вот дурацкой медвежьей услугой? Что реально? Кто-то из сомневающихся после публикации данной писульки мнение свое поменяет, а сомневающихся на минуточку немало. Вот почитает это и скажет, нет, все, теперь я решил точно пойду голосовать за стабильность ААЗа. Напротив, такие вещи только злят людей. Никому не нравится, когда из него делает дурака. Ну а если еще и настолько топорно делают? Нормальный человек, он ее может воспринимать как поливок в лицо, посему. Ну а на кого тогда обижаться? В данном случае дураки, простите, из ЦИОМа провели лучшую антиагитационную кампанию для своих хозяев. И поддержали, кстати, акцию полдень, так получается. Поэтому авторам полудня, ребятам, скорее спасибо, надо сказать, да еще и поклониться в самый поезд. Ну такая реклама. И, конечно, вам наверняка хочется задать мне вопрос, а сам ты голосовать пойдешь? Пойду. И сделаю это именно с 17 воскресенья днем, потому что я тоже не люблю, когда меня дураком считают. Это, во-первых. Во-вторых, почему бы мне не проверить теорию вот этой самой акции полдень? Меня еще я не буду портить бюллетень, к чему призывают сейчас отдельные товарищи, поскольку действительно собираюсь проголосовать за конкретного кандидата. Не могу назвать фамилию этого человека Роскомнадзор, потому что может расценить он ее как незаконную агитацию своей страны, а мы, напомню, работаем в рамках законодательства, являясь официально зарегистрированным СМИ. И скажу только одно. Я считаю, что дорогу нужно давать молодым. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Относительно бойкота, ну тоже. Те, кто давно меня смотрят, так вот они в курсе. Я никогда эту историю не приветствовал, а мне вообще кажется глупой. Есть такая хорошая русская поговорка. Под лежачий камень вода не течет. Какой смысл валяться на диване и визжать? Мы ждем перемен. Ну, жди, если ты ждун. Хочешь что-то сделать, возьми и сделай. Ну, хотя бы попытайся. Только сделай. Есть у тебя законное право. Проголосовать. Приди. Проголосую я по поводу бредней. Что слышу годами. Ха-ха-ха. Он верит в выборы. Да все равно нарисует нужный результат. Им же только явка нужна. Почему ты решил? Что если кто-то может нарисовать нужный результат, то этот кто-то не сможет нарисовать явку. Что ему помешает? Где, блин, логика? Все. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.